На молитву! И очисти нас всякие сверны, и спаси Боже души наши. Господь и Бог наш, благослови наши занятия, не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания Божественных слов Твоих. Примусь с нами и в этот благодатный вечер, сохрани нас в любви, согласии и демомыслии. Хвала тебе, честь и поклонение, День, Сын и Святой Дух. Аминь. Направляй на это, прямую. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Так. В прошлом занятии мы проходили шестую главу, первое послание к Альюхинам. Если память не изменяет, остановим. Седьмой главе. Итак. Первое послание к Альюхинам. Седьмая глава. Моя любимая. Первого стиха. А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Толкование. И исправив беспорядки разделений, блуда, любостяжания, теперь постановляет правила о браке и детстве. Ибо корейственники в письме к нему спрашивали. Вот по-моему. Должен ли воздерживаться от жены или нет. Хорошо, превосходно, говорит. Если бы и всякий человек, а не священник только, как некоторые худо понимают это, вовсе не касался жены и оставался девственником. Но безопаснее и к нашей немощи ближе вступать в брак. Посему присловокупляет следующее. Первое коринфянам 7.2. Но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа. Толкование. Говорит о той и другой стороне. Ибо может статься, что муж любит целомудрие, а жена нет. Или наоборот. Словами во избежание блуда побуждает к воздержанию. Ибо если брак позволяется во избежание блуда, то соединенные браком уже не должны совокупляться между собой без всякой умеренности, но целомудренно. Вопросы? Идем дальше. Первое коринфянам 7 глава 3. Первое коринфянам 7.4. Жена не властна над своим телом, но муж равна. И муж не властен над своим телом, но жена. Толкование. Здесь доказывает, что любовь друг к другу действительно есть долг необходимый, ибо не властны, говорит супруге над своими телами. Но жена есть раба, и вместе госпожа своего мужа. Раба, поскольку не имеет власти над своим телом, чтобы продавать он кому захочет, но муж владеет им. А госпожа, потому что тело мужа есть ее тело, и он не властен давать ее блудницам. Подобным образом и муж есть раб, и вместе господин своей жены. Вопросы? Вот о каком равноправии-то надо проповедовать. Написано, что равна муж и равна жена. Просто не властны над своим телом. А сейчас борются за равные права, а потом... Получается, что из этого? Мерзость одна. 1 Коринфянам 7.5 Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения, в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Толкованием. То есть против воли мужа не должна воздерживаться жена. Равно и муж не должен воздерживаться против желания жены. Ибо воздерживаться одного против воли другого, значит лишать себя. Подобно, как и в деньгах говорится. Но воздерживаться по воле совсем другое дело. Когда, например, оба и муж и жена по согласию определяют известное время для взаимного воздержания. Изъясняет, что значит его выражение на время. То есть, когда придет время пребывать в молитве. То есть молиться особенно усердно. Ибо не сказал просто для молитвы, но для упражнения в молитве. В самом деле, если бы апостол находил в супружеском сожительстве препятствие к обыденной каждодневной молитве, то как в другом месте сказал бы, не пристанно молитесь. 1 Фессалоникийцам 5.17. Итак, чтобы ваша молитва была пламеннее. Удержитесь, говорит друг от друга, потому что совокупление, хотя не оскверняет, но мешает благочестивому занятию. Я говорю, чтобы вы опять соединялись, но не полагаю сего законам, а предписываю для того, чтобы не искушал вас сатана, то есть побуждая блудодеянию. Поскольку же не дьявол сам по себе бывает виновником блудодеяния, но преимущественно наше невоздержание, то апостол прибавил невоздержанием вашим, ибо в нем заключается причина и того, что дьявол искушает нас. Вопросы? Опа. Как-то вот мы рассуждали на тему поста. Вот что приоритетнее? Сохранить пост или вот сохранить вот это местописание, когда, допустим, один из супругов не желает воздерживаться. А у верующего пост. А вторая половина, например, неверующая, что упереться и соблюдать пост или пойти на уступки. Вроде как пойдешь на уступки, пост нарушишь. А будешь твердо поститься, с супругом отношения ухудшатся. Еще, может быть, и налево пойдет из-за этого. У кого какое мнение? У кого какое мнение? Позволение, а не как повеление. Толкование. Что бы вы до времени лишали себя друг друга, я сказал это, говорит апостол, как позволение, то есть и снисхождение к вашей немощи, а не как повеление непреложное. Седьмой стих. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но и каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Толкование. Везде, где только апостол предписывает какой-либо трудный подвиг, обыкновенно самого себя ставит в пример. Посему и здесь, говорит, желаю, чтобы все и всегда воздерживались. Пребывание в девстве, говорит, есть дарование от Бога. Однако этот подвиг требует и наших сил. Как же он называет его дарование? Пишение корифен, которым он словами невоздержанием вашим нанес чувствительный удар. Между тем, заметь, что и самый брак он почитает дарованием, ибо сказал, каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, то есть дарование пребывать в детстве, а другой иначе, то есть дарование жить в супружестве. Вопросы? Игнат Тихонович, давай, что-то ходите. Покажи, говорит, свой опыт. У нас интересно, сестра одна, внука, привела. У вас камера что-то... Что там? Камеру поправь. Вас не видно. Поближе сядь. Ну давай. Ну так-то видно? Так хорошо. Общую картину включите. Общую картину включите, чтобы видно было. А, вон что. Понятно. А ему где-то было 6 лет или 5 с половиной лет-то. Служба кончилась, но мы знаем, что это настоящее православное. Иконы целует, все. А он кончилась, он говорит, баба, а зачем иконы целовать? Надо девочек целовать. Вот тебе и возник 5 лет. Ну и что спрашивать? Тут борец кверх ногами встанет. Это уже кому дано, тот удержится. А так, если ест досыто, спит досыто, там будет буйство так, что ему нужно будет и в мусульманство идти 4 под бок. С одной ты ему что сделаешь? Так что тут опыт никакой не поможет. Где-то опыт помогает, а здесь нет. Вот такой есть очень известный архимандрит Юрасов. Написал книгу. В какие дни там это все. Он все правильно написал по канонам. А потом добавили в дни на столоване, на интроизации там этого царения царя, когда его короновали. И на каноне нельзя иметь общение с женой. И как раз попадает на месяц июля. Я говорю, ну давай вообразим. Покос. Молодые отправились, работают. И одни в шалаше находятся. И теперь они по мобильнику. Отец Амросий, что делать-то? Второй шалаш-то не поставили. А там банька недалеко сходили, вернулись только что делать. Отец Амросий, да царя, которого расстреляли, то в этот день его венчали. Нельзя сегодня. По боку все это. Ну понимаешь, но это все нарочно. По согласию, это вопрос другой. Вот они приезжают ко мне, бабушка подходит. Ей 60, кажется, 7 лет. И говорит, ничего не могу от старика-то отбиться-то. Он коммунистом был, на такой работе на хорошей, не изработался. Ну, серьезный мужик-то. Ну, лезет ко мне, говорит, все. Ну, что ж такое-то делать-то? У меня и внучки тут живут. Я говорю, а ты сама-то что хочешь? Как? Ну как, куда-то уйти? Ну, а куда ты уйдешь-то? Идти некуда. Поэтому смири себя. Вот это тот самый момент. Я ей открыл. Открыл, и ты не власться своим телом. Иначе просто худо будет. Поэтому рассуждения должны упираться в постановление, которое Павел дал. Златоуз говорит, он как бы садится на постель. Жена уже устала от этого приставания-то. И он как бы садится, Павел, и уговаривает, уступи. Вот она приходит на занятия ко мне и говорит, ну, пост, ну, позже, ну, что такое делать? Я говорю, уступи, чтобы не было хуже, чтобы он не пошел на сторону. Пост наружу, пост ниже. Потому что он неверующий. Это все, говорится, когда-то встанет, может, на то место. Так что тут опыты, ну, уже все правильно рассудить-то. Ты не властен. Вот это наперед поставь. Лучше не жениться. У вас есть скорби. А если ты живешь, как кобель без хвоста, и что спрашивают-то? Где еще запах учуял, уже все несется на ту сторону. Ему и закона никакого нет. Отвечать будет нам и Тарси Блуда. Услышал, вот, воздерживаетесь. Сейчас великий пост. Во время поста спите в разных местах. Накануне среды и пятницы не разрешается. Накануне воскресенья. Вот три дня уже заблокированы. Не считая другие. Ну, а я что скажу? Ну, церковь установила. Я православный. Поэтому надо как-то присматриваться. А не так, что я православный, а все экономия. Наэкономились. Что уже в сорок лет никуда не нужен импотент сопливый. Так что тут в человеке зависит. Страх Божий есть, значит, будет как по-божески. Продолжаем. Спасибо, Христос. 1 Корифянам, 7 глава, 8-9 стихи. 2 Корифянам, 8 стихи. Не принуждает к воздержанию от супружества того, кто не в силах воздерживаться. Дабы в противном случае не подвергаться он более тяжкому падению. Если, говорит, ты испытываешь большое насилие и воспламенение, ибо власть похоти сильна, то освободи себя от тех трудов и потов, дабы, взявшись за них, не подпасть к горшему злу. Вопросы? Так... Сейчас мы добавим... Нет вопросов? Вот, Серёжа, разреши-ка я одно дело скажу. Разрешаю. Вот какое дело-то, серьёзное. Везде такие... Чё-то у меня где-то здесь нет, я здесь держал наверху. А вот она. Рекорд гениса. Просто послушаем, вот какое тут царское время. Жена крестьянина Фёдора Васильева между 1725 и 1765, то есть за 40 лет, родила 69 детей. Из них 16 пар были близнецами. Три, семь, по три. И четыре, четверни, по четыре. В общей сложности она рожала 27 раз. Из 69 родившихся детей 67 пережили младенчество. Умерло только два. И дальше говорит, что она когда умерла, ну неизвестно что и как там, он снова женился, мужик, и опять она, вторая жена, по двойке и по тройке приносит. Он где-то 89 детей родил. От законных жён. Рекорд гениса. Больше никогда нигде не было. Русские люди такие были. А сейчас как? Вот и всё. Вот и всё. Да, плодовитый мужичок. Так, вопросы по этому стиху есть? Мне бы хотелось внимание обратить на то, что апостол Павел пишет этот стих конкретно к безбрачным и вдовам. То есть два категория. Но люди, которые были уже когда-то в браке и хотят второй брак, они эти стихи приводят к себе. И говорят, ну лучше вступить в брак, нежели разжигаться. И церковь, говорит, позволяет и второй, и третий брак. Но церковь позволяет второй брак в случае вдовства. И здесь Павел говорит, безбрачным же и вдовам говорю. То есть он даже вдовам говорит, оставайтесь, как я. А которые были в браке, этот стих к ним не относится. Которые были в браке, мы впереди читали, жена не властен над своим телом, но муж. Вот это к женатам. Муж не властен над своим телом, но жена. Ну там другое уже потом, дальше, дальше, они уже дальше идут. А вот венчане, не венчане, до уверования, после уверования, до крещения, после крещения. А живой, не живой, разницы никакой нету. Дети, не дети. И далее, вот, десятый стих. Первое послание Коринфянам, седьмая глава, десятый стих. «А вступившим в брак, не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем». Толкование. Поскольку Господь в ясных словах дал закон не разводиться, разве только по причине прелюбодеяния, об этом читаем в Евангелии от Матфея, пятая глава, тридцать второй стих, то апостол говорит «Не я, но Господь». Прежде же сказанное не было буквально узаконено Господом. Впрочем, и слова Павловы суть слова Господни, а не человеческие, ибо ниже он так говорит о себе «Думаю, и я имею Духа Божия». Об этом прочитаем в сороковом стихе этой же главы. И дальше условия выдвигает Павел. Первое послание к Алипсинам, седьмая глава, одиннадцатый стих. «Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей». Толкование. «Разводы, говорит, бывают из любви к воздержанию или по малодушию, или по другим причинам. Но лучше, если бы вовсе не было разделения. Если же оно и последует, то жена должна оставаться при муже, если не для соития, то для того, чтобы не привести никого другого. Если же она не сможет воздержаться, то пусть примириться с мужем». Вот и все. Вопросы? А сегодня читаешь концепцию русско-православной церкви, там разведенный, если захотел второй брак, третий, четвертый, иди к епископу, то есть епископ решает. Руководствуясь, чем они выносят решение, давая разрешение на повторный брак при живом супруге, не совсем понятно. И какие причины могут к этому быть? При разводе они вместо одной двенадцати я там читал желание на развод. Здесь одна причина, когда разводиться можно, это измена правилободеяния. Там кроме правилободеяния еще. Разводиться грех, понятно, но бывает такая ситуация и начинается. Невозможно жить, муж угрожает, наркоман бьет, угроза жизни, там что еще там игроман, наркоман с сифирисом болеет, там с ума сошел. По-человечески конечно можно понять ситуацию и жалко жен, которых мужья лупят. Хочется оградить от такого брака. Но апостол Павел здесь в этой строке говорит, если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим. То есть разведется, а муж остается мужем. И мужу не оставлять жены своей. Развелись, а называют мужем и женой даже уже после развода. Они скажут, да это написано к верующим. То есть если к церковным бракам, тогда да. А то, что до крещения накуролесили, ну все стирается. Крещение все это смывается. то есть была разведенной, был разведенным, теперь покрестился, все. Дети в браке были, детей-то не смоешь, там один тоже комментарий написал, а дети как? Крещение, то есть. Ну про браки с неверующими сторонами там дальше мы про будем еще читать. Тема, конечно, очень серьезно и у всех у многих святых отцов по этому мнению разные мнения. Одни говорят так, другие иначе. Одни разрешают в пасторные браки при живых мужьях, другие нет, держатся старых, как говорится. вопрос. Вопросы? Угнать Тихонович, добавите что-то. Есть такая поговорка, женился на скорую руку тире, на долгую муку. И вот они приходят в семинарии, где есть девчата оденутся по форме, в платочках, платья сошлют, сошлют себе и учатся на хористов. Я жил на квартире с священником, абсолютно жена не слушается. И у него настолько, кажется, веское доказательство, что она ему неверна. Я говорю, еще ж ты женился на ней, такой умница, кандидат богословских наук. Да как-то так подвернулась, да все, давай, иначе ты в ней рукоположат тебя. Вот тут подтягивает уже. Не смотрят на возраст, а что рукоположите обязательно целебат этот придумали, его переводят цель на баб. Вот это целебат тебе один, дескать, будет. Но ничего и нету. У священников должно быть, знаете как, там 10 свах надо было, чтобы со всех сторон смотрели, какая она достоинство. Пришел из мусульман один батюшка, семья его, и он его спрашивает, жена тут же, как? Я, говорит, ее никогда не видел. Никогда не видел. Родители сосватывали, а если им не понравилось, даже никогда вопрос не подошел, я ее полюбил. Рамзан Кадыров рассказывает, один раз только я встретил, говорит, кое-как, на лестничной площадке в школе, и успел сказать ей, я тебя возьму. Ну, хоть как-то бы, и раньше в России было всегда так, свахи, а сегодня электронные свахи, а тогда именно смотрели, какой характер, какой не выпивох, не буян ли, какая она, и разводов столько не было, но сегодня это за 80%, а тогда может всего 7, там меньше было процентов. Почему Крупская говорила, 13, кажется, процентов, это национальная катастрофа, а сегодня-то никакой катастрофы нет, потому что семей-то никаких нету, чтобы не было общее хозяйство. Ну, а если она развелась, оставаться одна до смерти мужа, но она свободна, свободна только в том, что он над ней не командует, свободна распоряжаться своим телом, а если бы по всей строгости, не надо смотреть, венчаный, не венчаный. Познал жену, все, она твоя, так было раньше-то, но сейчас по церковным правилам, поэтому надо придерживаться, не венчанный блуд, какой бы ты хороший не был, вот и разбирай, а как, когда вот советское время было, серквей не было никак, ну, старики там благословляли иконы по согласию, Бог освещал браке-то, не так, что он ее, говорится, схватил да утащил, как паук-муху, так что на все надо смотреть благоразумно, ну ладно, она воздерживается, а он не воздержался, пошел на сторону, еще сделалось, семья разрушена, погубил, у меня один, приехал я тут, земельный комитет, что-то, и он меня, оказывается, ждет, я говорил им о Христе, а он вышел, высокий русский мужик, молодой, посоветуйся, что делать, я со своей Светой так хорошо жил, думаю, что же там плохо живет теперь, ну, купили котел в бане, решили обмыть, я говорю, что, прохуделся, да нет, это выпивали, ну, проснулся, а под боком лежит чужая жена, неплохо ты выпил, ну, мужик-то, пропамятался, я, говорит, скорее домой прибежал, упал в ноги, плачу, Света, прости, со мной такое было, да редко какой мужик-то, и уже мне рассказывают, я-то чужой первый раз вижу, и плачет, ее прям сразу на молитву надо, если она простела, значит, ты всю жизнь должен благодарен ее, не то, что там пальцем тронуть, языком ее не задень, она тебя из ада вытащила, как ты мог так, котел мыть, да обмыть, это все обмыть, все обмывает, а сами, как свиньи грязные, так как она начинает судить об этом деле, то у меня тут знакомые сидели, я говорю, ты сколько женщин знал тут, я восемнадцать, а второй ему сидит сколько, а я и не помню, ну какая там жизнь соцеломудренная может быть-то, откуда она, как кобель без хвосты, везде все разрушено, и надо молиться Богу, и смирять себя, мучает похоть-то, не пей, не ешь неделю, и работай до поту, и все, если не понимаешь, что такое, считай у Лескова невинной пруденцией, прочитай, это очень полезно, и крейсер Русанату Льва Толстого, я, мирские говорю, это очень полезно для христиан, невинной пруденцией, Николай Семенович Лесков, что он выбрал, почему выбрал это, еды не даю, все кончилось, пожарники уже, тушить нечем будет, все, отошел, первое послание к Коринфянам, 7 глава, 12-13 стих, впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат, имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он, не должен оставлять ее, и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его толкование, что ты говоришь, если муж неверующий, то пусть остается с женой, а если блудник, то не должен оставаться с нею, но неверия хуже блудодеяния, точно хуже, но Бог взыскивает более за грехи против ближних, чем против себя, ибо сказано, оставь там дар твой пред жертвенникам, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и 10 тысяч талантов ему должных, он, Господь, простил, но за того, кто должен был, 100 динариев, он не оставил без обиды, без отмщения, без отмщения, читаем в Ангелии от Матфея, 18 глава, 34 стих, так и в настоящем случае, грех неверия, который оскорбляет самого Бога, он оставляет без внимания, но грех прелюбодеяния, наказывает, как грех против жены, некоторые, впрочем, так объясняют, человек, говорят, остается в неверии по неверению, которое может быть и кончится, как и сам апостол, стих 16 говорит, «Почему ты знаешь, жена не спасешь ли мужа?» А блудодеяние совершается вследствие явного развращения. Кроме того, блудник уже сам прежде отделил себя, ибо отняв свои члены у жены, сделал их членами блудницы. Между тем, как неверный, не сделал никакого греха против плотского единения, или, лучше сказать, через это единение, он может быть соединиться и поверить. Не говорю уже о том, что и порядок жизни извратится, и Евангелие подвернется поношению, если верная половина отделится от неверной. Между тем, рассматриваемую заповедь апостола относи к тому случаю только, если муж и жена соединились с браком, когда еще оба находились в неверии, но после та или другая сторона обратилась к вере. Ибо, если прежде только один муж был неверующим, или только одна жена, то верующий половине вовсе не позволялось вступать в брак с неверующим. Это видно из слов апостола, ибо не сказал он, если кто пожелает взять неверующую, но если какой брак имеет, опять не просто предписывает жить верующей половине с неверующей, но только в том случае, если последняя пожелает того, ибо это значит согласна, то есть если пожелает. Вопросы? Вот ведь какое дело, что судьбу брака возлагается решать неверующей стороне, а неверующей. И впереди читаем толкование, потому что если оставишь, разведешься, то это уже грех прелюбодеяния. А то, что он неверующий, грех после самого Бога, это Бог как бы его ниже ставит. Главное, мужу женение изменяй, не оставляй его. А то, что он неверующий, это может быть и пройдет. А если муж от неверующей жены уходит, ну а где же она уверует-то? Он скажет, да какие же вы христиане, что вы жен бросаете с ребятишками? Какая же вера ваша? Поэтому лучше жить с неверующей. Не лучше, а прям апостол здесь говорит, впрочем же я говорю, а не Господь. А дальше он говорит, но я думаю, я имею Духа Божия. А то тут одна говорит, ну это же не Господь сказал, а апостол, поэтому женись 25-50-й раз. Это так он сказал. Надо же. То есть лжетолкование, мудрование, главное, обычно кто защищает повторные такие браки? Да вот кто не воздерживался, жил на полную катушку, то и продолжает так же советовать. И дальше апостол Павел почему он такой совет дает в 14-м стихе и говорит «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Толкование. То есть изобилием чистоты верующей половины преодолевается нечистота неверующей. Это значит слова апостола, а не то, будто язычник делается святым, ибо апостол не сказал бывает свят, но освящается, то есть побеждается святостью верной половины. А говорит об этом для того, чтобы верующая жена не опасалась сделаться нечистой, если будет иметь сожительство с таким мужем. Но спрашивается совокупляющейся с блудницей, делаясь одним с нею тело, становится нечистым. В 16 стихе об этом читаем очевидно. В 6 главе очевидно и совокупляющейся с язычницей становится одним с нею телом. И дальше разъясняется. Если первый нечист, то как же делается нечистым последний, что касается блудодеяния, в нем бывает точно так. Когда имеют общение между собой блудники, то их смешение имеет нечистоту и потому оба нечисты. Но иначе это дело при сожительстве верующей половины с неверующим. Неверующий муж нечист по его неверию, но жена имеет с ним общение не в неверии, а в ложе. Об этом общении не оказывается никакой нечистоты, ибо оно есть законный брак. Посему-то верующая половина и не делается нечистой. Если бы неверная половина не побеждалась чистотой верной, то дети их были бы нечисты или только наполовину чисты, то есть не нечисты. И с лишним выражением святы апостолы сгоняет страх подобного подозрения. вот, беря во внимание вот это толкование, этот стих, у меня вопрос возникает, почему браки невенчанные называются блудом. А здесь апостол, вернее блаженный фефилакт, невенчанный брак, потому что одна сторона неверующая, он не будет венчаться, называет законным браком. А другие святовцы называют это блудом, да еще более того развратом. А кто прав фефилакт, либо те, кто говорят, что это блуд и разврат. А они верны, он неверующий, но он верен в ложе, верен. Значит, он законный муж. Поэтому брак этот нужно хранить и оберегать, а не советовать эти браки, как некоторые делают, прекращать и строить новую жизнь с чистого листа. возьми себе верующего, измерять тебе не будет никогда, может быть. А этого брось. Идем дальше или вопросы у кого-то есть? Почему никто не спрашивает, почему дети были бы нечисты, а теперь святы? Я спрашиваю, при чем здесь, правда, дети, и почему они были бы нечисты, нечисты в каком случае? В случае, если бы произошел развод, или впереди же о разводе говорится, и не должен оставлять ее, то есть, если оставят неверующую, дети будут нечисты, а если останется в браке с неверующим, дети святы. то, что, ну, толковательно говорит, это говорит, чтобы жены верующие, или мужья верующие, не боялись вот этого законного сожительства, кто бы там не говорил, что это там блуд у вас, там, раз вы не венчаны, я вас причащать не буду, у вас законный брак, и дети святы написано, святы, слово Божие говорит, а коп говорит, не святы, иди ко мне, давай венчаться, деньги за это платить, раз без венчания, то блуд, попу деньги нужны, лишнее таинство совершить, детей покрестить, а они верны, хоть он не верующий, но он ей верен, поэтому дети святы, потому что она верующая, одна сторона, побеждается написано. вопрос, Сергей, Роман, почему все-таки, как вот относиться, что священники считают, что это блуд, а Пеофилак говорит, не блуд, как вот тут, вообще, каноны на этот я не читал, я не знаю точно. Читал, изучал плотно этот вопрос и для себя я сделал вывод, что вот нас будет судить по слову и по совести. Что об этом говорит Слово Божие, что об этом говорит Твоя совесть, что об этом говорят святые отцы, вот. Все нужно вкупе смотреть. Но в первую очередь, что об этом говорит Слово Божие. Слово Божие говорит, иначе дети ваши были бы нечисты. В случае развода значит разводиться не нужно с неверующей стороной. Не нужно. А плевало я на детей, разведусь, да и все. А дети нечисты. Может быть из-за детей церковь всегда ратовала за брак. А кто сторонники вторых, третьих браков? Вот при любоде и сами в блуде видать жили и поэтому. Но тут видишь еще они говорят, мы перечитали но во избежание блуда. Я сам на себя этот стих натягивал. Ну как, блуд же это же страшный грех, это лучше второй брак. А второй брак называется прелюбодеянием. Во избежание блуда, а не во избежание прелюбодеяния, прелюбодеяния с второй с четвертой женой. Блуда, то есть ты когда вообще не был ни разу ни разу уже поюжи. Татьяна, микрофон. Почему? Не знаю, почему. Священников надо спрашивать. Почему? Экономия, потому что из церкви тогда все разбегутся, если начать все по канонам делать. За аборты не отлучают, за разводы не все как в порядке. Вещи вторые, третьи браки при живых женах. Тут же в одной церкви стоит бывший и супер бывший и первый, второй, третий, дети от трех браков вместе. Садом и Гоморра. Кому это надо, когда это было? Санта-Барбара вернее. Да, и Садом и Гоморра тоже уместно в этом случае сказать. Я здесь за феофилакто, за строгость. Соединился с женой один раз, будь верен до жизни. А я ей не обещал перед Богом. Ну как? Совесть-то твоя и общество тебя осудит. как? Ты женился, бросил жену с ребенком, да и любой тебе скажет. А сейчас 21 век уже, как говорится. Да сейчас и семьи нету как таковой. Так что теперь? Идти на поводу по стихиям мира и смотреть Слово Божие. И Бог-то нас будет судить по Слову своему. По Слову. Поэтому жить нужно по Слову сверяясь. а не по канонам. Каноны это вехи, а Слово Божье путь. Но иногда можно конечно и истолковать. И каноны можно перетолковать, и Слово Божье можно перетолковать. Это когда своего ищешь, тогда все можно опроводать, любой грех. Поэтому в семинарии учат священников. Очень здорово учат. Я вам хочу сказать. Владимир Тихонович, вам слово. какие-то размазанные такие толкования даете. Много слов и ничего не понятно. Вы упустили главное, что оба были неверующие комсомольцы. И один обратился, вот такому надо жить, а не так, чтобы был один верующий, а потом как говорил Диакон, ты иди на танцплощадку, познакомься, миссионер ее, да не могу, да и бери ее, вот тебе уже и матушка будет. Она на площадке тебе от миссионера со своей стороны. У нее там парня может табун, да ей имя на букву Б, а потом не знаешь, что делать. Если оба были неверующие, один обратился, то можешь жить, если она не против. Только об этом, все остальное отпало, четкости нету в ответах ваших. Второе. Все дети до единого рождаются нечистые. Откуда это известно? Два места писания. 50-й Псалом, 7-й стих. Во грехе зачат я и в беззаконии родила меня мать моя. Второе. Книга Ива, 14-й глав, 4-й стих. Кто родится чистым? Точка. Не один. Точка. А как же тут святый? Я сошлюсь на неправославного человека Мартина Лютера. Он верующая половина. Она крестит ребенка. Лютеране крестят детей. А так и было всегда. Мужья коммунисты, а они как-то через бабку. Бабка меня тайно крестила. Дети святые не от того, что они верующие родители будут. А чего? Причина какая? Они от этого первородного греха в беззаконии зачат, освобождаются в крещении. Все. Других мест писания нету. Четко и ясно. Вы научитесь отвечать так, чтобы священное писание засияло всеми гранями. А остальное больше ничего нельзя сказать. Тайно крестили ребенка всегда, если муж был против. Одна половина и она добилась, чтобы крестила, договорилась со священником в советское трудное время. И так поступали. Вот и все. Если ты верующий, какое общение у верующего с неверующим? Какое общение у ягненка с волком? Куда ты пойдешь? Ты или ты куда пойдешь? Ни под каким видом нельзя там жениться. Хотя случаи такие были с положительным результатом, но это даже поминать не надо. Тут каждого возьми свой Соломон. У Соломона сколько их было? 300 жен, 700 наложниц. Тысяча. А у князя Владимира, который крестил Русь, было две тысячи. Ну раскинь только, если бы по одной на ночь брал, то и то растянулось бы на сколько лет-то? Маленько подожди смотреть. Пример какой? Она тебе одна будет не нужна. Как Жириновский говорит, 50 лет исполнилось, ее, говорит, в престарелый или в дурной дом сдавать надо. Я не призываю к этому, но значит сильно надоедает. А если была послушана, ни одного слова вопреки не говорила, а делала, помощница была, помощница, а не спутанница. Придумали какое. Она варганит, мать ее так приучила. Прежде чем жениться, познакомься с тещей. Как правило, дочь недалеко падает. Хочешь выйти замуж, познакомься с будущим свекром. Сын, как правило, очень сильно похож на отца. И ты отойдешь оттуда. Они так, что едут в поезде, мимо проехали, он мужик ее чуть не завололился. Ты Марья мне всю жизнь испортила. Да ты пьянчушка меня мать отдала за тебя всю жизнь себя мучаясь. Они забыли, что в вагоне едут. Она не должна слова сказать. Дальше он ее приструнил молча, поклонилась Ивану. Ваня, проси меня, или ты прав. Вот и все. Тут не надо ничего доказать. Ты голова, голова, тебе воздержание все должно быть. Она не слушается на молитву. И ты увидишь, как тронется эта стена. Все. Первое послание к Коринфянам. Седьмая глава, 15 стих. Ну, кстати, мы много говорили, вопрос-то был задан, почему священники так поступают? Почему не верю, Сергей Павлович, не верю. Священник, который к нам приезжал, прошла беседа с ним, я лично беседовал-то, он приехал домой, пошел в епархию, и архиерею говорит, Владыка, вот у вас на столе две пачки, показал там сантиметров по 20, наверное, бракоразводные дела, и вы их решаете, ко мне не посылайте, я им отказал, венчать не буду, хоть меня снимайте. Все кончилось, архиереи больше к нему двужонцев не посылает. Сколько раз Пугачеву венчали, сколько там Киркора где был, это все от священника зависит. Нет, нам не положено, у меня права нету, поговорил, сказал, не надо там грубить или что-то, ну и разговор будет другой. Кем наполнена церковь-то, все на, ну просто развод, развод на разводе. Архиерей имеет право епископ, да кто же ему дал право такое? если она живая, только живая, не развод решает, а жизнь. Если она умерла, свободно, если ты свободен выйти за кого хочешь. Достоевский вот описывает, что она спуталась у него в Санкт-Петербурге со студентом и жила на чердаке, а он не может выйти, жениться и наконец сообщили, она умерла, так он, говорит, бежал по улицам и кричал, ныне отпущаешь раба твоего владыка, по глаголу твоему с миром. У него встретили уже с новой женой. Это хорошо описывает отец мировой педагогики Ян Амос Каменский. И только, говорит, человек похоронил, а ведь где венчают, это у него на запястьях не то, что сегодняшние наручники, а там как обрыжные заковывают. И пока на площади идет, она упирается, он тащит. Ну, думаю, кто посмотрит, как живут, не будет жениться. Не тут-то было. Еще, говорит, ноги не остыли в гробу, уже идет ищи другого. Вот нигде так дурно не поступают, как в этом вопросе. Да ты бы женского рода боялся, как Ефрем Сирин сидит во дворе, там кирпичики положил и на них там готовит себе лапшу или что-то, а она в окно напуфырилась и там, ой, а он из себя-то неплохой был. Может, что-то тебе не хватает там, он говорит, не хватает кирпича и песку, чтобы заложить тебя в окне. Замазать тебя, тварь, лезешь тут. И весь ответ. И она сразу, ну, знаете, как у Антония была, есть ли такие люди, как я, святые, Господь дал знак, иди в город, кого первым встретишь, что-то тебя научит. А первая блудница встретилась, он видит его по одеянию-то, встал и стоит, не выдержал, говорит, а что ты на меня смотришь? Она его отбрила сразу, я из ребра взята на тебя и смотрю, а ты из земли смотри в землю. Он развернулся и дай домой, в свою келью. Арсений на пароме садится, а женщина одна коснулась и он так взбунтовался, ты женщина, меня монаха коснулась. А она ему ответила, а если ты монах, сиди в своих горах. Он вернулся и повторял, монах, сиди в горах. Да и то правду баба сказала, а я куда пошел? Женщина иногда скажет так, что ты не додумаешься где-то. В земных вещах, дома, в прялке златоузла она острее мужа может быть. Если муж потерял кафедру, пьяница или кто-то, она становится, учит. Жене дайте, Бог дает власть. А не так, что она, все такая тварь. Да, жена последняя тварь, так говорится. После нее уже Бог ничего не творил. Но это не уругательно в смысле, а в физиологическом смысле творения. Отошел. Первое послание к Коринфянам, седьмая глава, пятнадцатый стих. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны, к миру призвал нас Господь. Толкование. Например, если он повелевает тебе или принять участие в его неверии, или отказаться от прав брака. Простите, неправильная интонация. Еще раз. Например, если он повелевает тебе или принять участие в его неверии, или отказаться от прав брака, то разведись. То есть шантажируй. Либо ты идешь со мной в капище, либо развод. Ой, развод. Ибо лучше разрешить узы брака, нежели нарушить благочестие. Если муж соится с тобой за то, что ты не принимаешь участие в его неверии, то разведись с ним. Ибо ты не порабощена ему в таком случае, то есть тебя не принуждают следовать за ним и в таковых делах. Лучше разделиться с ним, нежели ссориться. Потому что и Бог не хочет этого. К миру призвал нас Господь. Итак, если муж ссорится с тобой, то этим он сам подал причину к разводу. Снова обратившись к тому увещанию, что не должна оставлять жена мужа, предлагает настоящий вопрос. Ибо если, говорит, он не ссорится с тобой, то останется с ним и увещевай его. Может быть, что-нибудь и сделаешь. Представляет успех сомнительным с одной стороны. Для того, чтобы не подумали, будто поставляет жене в непременную обязанность совершенно убедить своего мужа. А с другой, для того, чтобы поддержать в ней надежду на обращение мужа и предупредить отчаянием. отчаянием. А некоторые это место толкуют по-своему, не там запятую ставят. Откуда ты знаешь жена, что обратишь мужа? Или ты откуда знаешь муж, что обратишь жену? Разводись, начни жить с чистого листа. Все тебе с ним мучится. Возьми готовенького от миссионерного уже. Но тем самым нарушится закон Божий. Апостол Павел, вернее, через него сам Господь говорит, не оставляй неверующей стороны, не оставляй. Либо примирись, а вот это не каждому дано. И захочет ли та сторона примиряться, если уже разведется. Бывают люди жили годами в разводе, а потом опять сходились, примирялись. Масса примеров. Вопросы? свобода. То есть, здесь еще раз подчеркиваю, что здесь разрешается свобода лишь на расторжение брака, а не на повторный брак. если неверующий хочет развестись, пусть разводится, брат или сестра в таких случаях не связаны. Не связаны в плане того, что она не обязана жить с мужем, если фон ее постоянно склоняет куда-то в грех. Вот. Может быть, он через это устыдится, что она так решительно говорит, я не пойду против Бога, лучше развод. И тогда, может быть, он умягчится и скажет, ну, ладно, давай, я погорячился, ладно, иди ты в храм, я туда. Потом, через какое-то время, он, написано, освящается женой верующей, то есть неверующая сторона освящается. Но это не обязательно так должно быть. То есть непременную обязанность ставится, но подается надежда. Надежда и утешение, что и когда-то неверующий муж может стать верующим. И главное, дети, дети, ты можешь в браке крестить этих детей, а что, если разведутся, что теперь не крестить? А вот как ты его покрестишь? Если он мусульманин, ты, христианка, развелись, он детей себе забрал, ты их уже не покрестишь. Уже все. А если бы, как говорится, уступить, он, допустим, желал жить с христианкой, мусульманином, а так говорит, а я разведусь, я за христианина замуж выйду, зачем ты мне ну-ка. Дети, а вот, может, детей забрать. Запросто. Увезет туда себя себе. И все. Первое, коринфянам, седьмая, глава, шестнадцатый, семнадцатый стиль. Брат, можно минутку? Можно, можно, брат. Тут, Слово Божьем, говорит, если он хочет развестись, то есть, другая сторона неверующая. Вот это, мне не понятно, как толкование говорится на то, что, если он там неверие призывает, тогда ты с ним разведись. А здесь, говорится, то, что он, если захочет развестись с тобой. Но он ссорится. Он не то, что может быть, хочет, он хочет жить с женой, чтобы она ходила, например, в Идальское капище. И он ее шантажирует. Что он хочет, чтобы она тоже была неверующая. Тогда он согласен жить в браке. Вот они были оба комсомольцами, а она стала христианкой. И он ей говорит, ну, что ты выдумала по воскресеньям, пошли с друзьями пиво попьем или на партсобрание на Комсомольске, на наше там. Ну, куда там неверующие ходят? Иначе разведусь. То есть, он пугает ее, шантажирует. Она ему должна сказать, я согласна, лучше развестись, чем с тобой ссориться, не буду я ходить на твои кружки комсомольские. И он тогда может переменить решение и примириться с женой своей, неверующей. Отложите это все до времени. Глядишь, потом и сам обратится муж неверующий или жена неверующая. А если он хочет, допустим, развестись, то есть, были оба комсомольцами, оба неверующие, пили, курили, блудили, там, все. Потом одна уверовала, а он дальше хочет продолжать вместе в разврате в этом жить. И он говорит, либо давай как раньше, либо давай разводиться. Что она должна ему покориться и сказать, ладно, давай вместе будем дальше грешить. Нет. Все, она уверовала. Или он. Она за Христом идет. Должна его оставить. Ибо Христос сказал, кто возлюбит жену и детей более, нежели меня, не достоин меня. И вот здесь может у жены или у мужа соблазн быть. Она выберет именно пойти за мужем, а не за Христом. Вот от этого апостол нас растерегает. Понятно. А бывает, что он хочет развестись, но хочет, потому что она обрыдла его, пилит и пилит и пилит, брось курить, брось пить, брось там, еще что, что, это, ну, жития нету от нее, учит и учит его. Конечно, надоело со своими проповедями, давай разводиться, давай. первое послание к Коринфянам, 7 глава 16-17 стихи. Нет, а можно спросить, вот если все-таки она остается, они разводятся, а она второй брак у нее, что же она считается прелюбодейкой, если она выйдет второй замуж раз, за верующего во Христе, она не будет прелюбодейкой, она наоборот себя защитила от прелюбодея, она осталась, она, ее дети будут благословенны, потому что будет замуж во Христе, если она воевенчанным браком будет. Она вот если останется, если она останется в браке с тем, то она скорее всего и отойдет от Христа, от Бога, потому что она будет послушна этому мужу. Он ее оттянет, поэтому тоже можно, чтобы он не затянул, второй раз нельзя выходить, если разведется первую, она оставаться безбрачной, либо примириться с мужем. Она не может с ним примириться, она жить не может, она имеет право выйти замуж. Сказки не надо доказывать, она имеет право выйти замуж. Не имеет, не имеет, это лживые попы тебя областили, не имеет. Сергей, ты нас в свою сторону не переводи, мы прекрасно знаем твою историю. Ты переходишь на личности, это не украшает ни тебя, ни всех, кто тебя слушает. Мы тебя слушать не будем, есть Писание, оно защищает женщину, христианку, будь пустой, женщина защищает феминизм, которая в будущем становится леспианкой. Ее будущее защищает, ее будущее защищает, Писание защищает ее, не делая некрасивые вещи. Хочешь второй замуж второй раз, выходи. Прелюбодейка, я тебе по любви не хочу. Она не будет прелюбодейка. Мы тебе позже разберемся, кто из нас был прав, а кто не прав. Прелюбодейка, женщина, это не лично меня касается, я вообще говорю, прелюбодейка она не будет. Никакой она не будет прелюбодейкой, не тебе судить. По себе не судить. Игорь Михайлович Павлович Ну я тебе еще смат какой что ли. Все перепутывает, а потом не знает как сказать. Мы должны брать все-таки по высшей шкале, которая нам дана. По Поповской она отвечает правильно. Раз неверующая, она говорит свободна. Свободна от него, то есть ее там не приковали, может уйти. Они понимают свободна, теперь она снова крылья распустила и у них есть основания на это. А они берут по планке, которая в грязи лежит. И они с этой планки правы. А ты это берешь по всей святости, чтобы в раю быть, не прогадать. Вот мне понравилось, как в других странах бывает, что муж надумает, сгоряча развестись или жена. вот в Польше приходит разводиться и сразу судья. Вы серьезно разводиться думаете, да? А вы понимаете, что за этим есть? А если все так будут делать, арестовываю вас там, выписывают чек там, что-то потребно и арестовывают. На сколько? На месяц. В одной камере. Одна постель, одно одеяло, одна подушка, одна ложка, одна чашка, один стул. И уже две недели пройдет, они стущатся. Все, мы раздумали. Вышла за казаха. Он уговорил поехать в Казахстан. Приехали, а он там выпил раз, другой. Она пришла, принесла заявление на него, жить невозможно. Хорошо. Он ее отвел в сторону-то, там капитан сидит, и показал, яма закрывается, как погреб-то. Вот смотри, запоминаю, что тут есть. Я мужа сегодня оформляю дело и сажу. Он тебя бил, бил, закосы таскал, таскал, пять лет. Пять лет, а у тебя уже шесть ребятишек. Как она заорала, да я, да как буду, не разговаривай, иди, я тебя сейчас в яму посажу, сгною здесь. Все, прости, прости, еще один раз придешь, тут у меня в яме жизнь закончится твоя. Все, больше она ни разу не ходила, а тут она в десятки раз на 15 туток отправляла. У народов-то другие обычаи. Мы нигде не считаем за 1300 лет 2 миллиарда мусульман, и ни одна мусульманка на развод не подала. Он имеет право только, у нее нет права на развод. Какие строгие законы, как они ходиваются. А сегодня она одета по-мужски ходит, и вся раскрыта, и они их не уважают мусульмане здесь-то. А у них они идут, они как наши голубицы одеты. Надо все это учитывать. Режут голову французам, а им говорят, у вас же написано в вашей священной книге христиан-то не убивать, а только закят брать, то есть налог. А они отмечают эти убийцы-то, ИГИЛ. А где вы нашли христиан? Как они живут? Сколько же он имеют? Вот и все. А если бы они натолкнулись на настоящие-то христиан, которые молятся за врагов-то, наверное, по-другому было бы. Я рассказываю, как ехали по Турции, где приходилось быть, как нас окружили со всех сторон в лечете, как ваххабиты все, какие глаза я стал молиться, вокруг меня уже кольца в три стоят, и стал говорить, так провожали-то как, с улыбками, с пожеланиями самыми наилучшими. Такой открытый, такой талантливый народ, и мы все их врагами себе сделали. Мы не можем показать пример ни в чем, ни в уважении к старшим, а у них, как они любят старших-то, какой почет-то. А на свихровку свою говорится, ноги мыть, да воду пить. Вот как приучат. А здесь она никакого первый день пришла и уже начинает хозяйничать здесь. Кто старше отдельно будет жить, будешь старше, пока мой дом пришла. Тут не надо даже доказывать. Четкий ясный ответ. Свихровка или сноха тут старше. ну надо договариваться. Если по-хорошему, она говорит, я от души нещаю в своем взятии. Возьми вот этот, когда он пишет, кто он этот, Юрий-то, Богачев Юрий-то, артист, артист СССР. У меня, говорит, больше врага, чем теща, не было. А когда с работы уволили, его баптисты там где-то наткнулись на него, стали говорить, и он обратился. И он пришел домой к теще, прости меня, Софья Андреевна, прости. Она, говорит, испугалась, она думает, я как буйствовать буду. И она даже не поверила, что я покаялся. А потом все пришли. А вопрос, почему у баптистов не у православных? Да у нас такие они выброшены, никому не нужны. Если мы по-настоящему верующие, наверное, это будет все-таки заметно. Мне интересует, что у святых иногда были такие случаи. Родители святые, нонна, и дочки своей поставила правило выйти за неверующего, я никак по сей день не пойму. Жития святых, но и он будет дальнейшим епископ, и дочь святая. Как она сумела? Ну, возьми вот, Августин. Ну, Моника, мать его. Подруги говорят, дядя Получка, у всех понари под глазами. Твой-то более буйный мужик-то, как он тебя? Никто не знает. Она веселая, радостная. И дальше, дальше-то какой сын будет? Блаженный Августин, это ее чадо. А она сама пила. Все отошло, потому что она встала на ноги, ухватилась за ризу Христа, не отпущу, Господи, как Яков боролся, пока не благословишь меня. У нас примеры библейские, мы же православные. Ну, была там, где, ну, проси Бога, чтобы как-то потушил Бог огонь, но ничего лучше-то не будет. Павел жалеет, даже первый брак. Скорьбы-то сколько. Воспитывать не дают. Один раз ребенка наказал, отберут, юридическая истица. Да об этом ли сейчас думать-то? Сколько детей брошенных-то? Мне вот сколько пишут по интернету. Можно, нет, взять детей. Смотри, происхождение их. Какое? А ты сам из дома сбежишь, когда 16 лет будет. Отошел. Римлянам послание, 7 глава, 3 стих, говорит вопрос Елены. Посему, если при живом мужа выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же муж умрет, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Смерть должна быть прежде, тогда не будешь. А если живой, тогда прелюбодейцею. Так Писание говорит. Я так и верю, я так и понимаю, так и проповедую. И никакие гнилые подпорки, что он там верующий, не верующий, до брака, не брака. Об этом Писании ничего не говорит. Говорит, жизнь и смерть живой. Муж был, муж, печать в паспорте была, была. Все, она мне жена, я должен ей верен, был до гроба. Я изменил, прелюбодей, все, покаялся, дальше я не иду. А как в этом грехе покаяться? А либо примириться, либо одним и одному оставаться. Все. А как, я покаялся прелюбодеянию, потом возьму третью, четвертую, пятую, шестую, что ли? Какое же это покаяние будет? Прелюбодей в аду. Первый Коринфянам, седьмая глава, шестнадцатый, семнадцатый стих. Почему ты знаешь, жена? Не спасешь ли мужа? Или ты муж? Почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Толкование. Откуда знать тебе, спасешь ее или нет, это совершенно неизвестно. Но если неизвестно, то не должно расторгать брак, потому что если ты не спасешь ее, не повредишь себе, а если спасешь, то и себе, и другим принесешь пользу. Апостол как бы так сказал. Не должно быть развода под предлогом неверия, но каждый поступает так, как благоволил о нем Бог. Ты призван, имея жену из неверных, оставь ее при себе, из-за неверия не изгоняй ее. Так я повелеваю по всем церквам. Это сказал для того, чтобы коринфяне тем охотнее послушались его, когда и другие вместе с ними повелевают то же самое. Тогда и другим вместе с ними повелевают то же самое. Вопросы? Так, сейчас у нас уже давно прошел, можно вопросы задавать. Если у кого накопились за это время. Нет вопросов? Ты объясняешь, что вопросы не по этому местописанию, а любые, касающиеся спасения, или даже что-то такое. Да, да. Час, да, час. Я сказал, час. Час прошел. Нет вопросов? Уважаем. 1-й калифонам, 7-я глава, 18-й стих. Призван ли кто обрезанным? Не скрывайся. Призван ли кто не обрезанным? Не обрезывайся. Толкование. Вероятно, многие, стыдясь обрезания, каким-нибудь лекарством приводили обрезанный член в первобытный вид, наращивая на нем кожицу. С другой стороны, некоторые, находя в обрезании что-то важное, обрезались по обращению к вере. Посему говорит, что это нисколько не содействует вере. 1-й калифонам, 7-я глава, 19-й стих. Обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Толкование. Везде, говорит, вместе с верой требуется исполнение добродетели, а все прочее или мало, или вовсе не требуется. Вопросы? 1-я калифонам, 7-я глава, 20-й, 21-й стихи. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабов ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Толкование. В том звании, в котором призван, то есть в каком роде жизни и в каком чине состоянии ты уверовал, то и оставайся, ибо под призванием разумеет приведение к вере. Рабом ли ты принял веру? Не беспокойся и не смущайся, ибо рабство вовсе не вредит тебе, так что если бы ты мог сделаться свободным, то лучшим воспользуйся, жертвуй собой для пользы другим. 1 Коринфянам 7 глава 22 стиха. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равно и призванный свободным есть раб Христов. Толкование. Свободным называется тот, кто освобожден от рабства. И так говорит, ты, который уверовал в состоянии рабства, ты свободный Господа. Ибо Христос освободил тебя и от греха, и от оного внешнего рабства, хотя ты и раб. Кто не покоряется страстям, имея душу благородную, тот не раб, хотя и кажется таковым. С другой стороны, иной свободным призван к вере, такой раб Христов. Итак, если название рабства возмущает раба, то пусть уразумеет он, что он сделался свободным во Христе, а эта свобода гораздо важнее человеческой. Опять, если имя свободы надмивает свободного, то пусть разумеет такой, что он раб Христов, и смирится, представляя, что он подчинен такому владыке и должен угождать ему. видишь ли мудрость, какой дает апостол наставление рабам и свободным? Вопросы? 1 Коринфянам, 7 глава, 23-24 стих. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый, и оставайся пред Богом. Толкование. Это говорит не к одним рабам, но и к свободным, повещевая всех христиан, ничего не делать для угождения людям и не повиноваться им, если их повеления противозаконны. Вот что значит купленным от Бога быть рабами человеков. Не к тому убеждает, чтобы рабы отпадали от своих господ. Нет. Это видно из последующих его слов. В каком звании кто призван и так далее. То есть, если кто призван и в состоянии рабства, в том пусть и остается. Пред Богом присовокупил для того, чтобы через повиновение беззаконным владыкам не отпасть от Бога, заботиться о том и другом. То есть, чтобы с одной стороны, под предлогом повиновения Богу, рабы не отпали от владык, а с другой, оказывая своим владыкам сверхдожное повиновение, не отпали от Бога. Относительно девства я не имею повеления Господня, но, а даю совет, как получившая от Господа милость быть Ему верным. Полкование. Выше занимал нас беседой о целомудрии, а теперь обращается к более важному предмету именно к девству. И говорит, что Господь не положил закона и не дал повеления относительно девства, а сказал только, кто может вместить, да вместит. В этом читаем Евангелие от Матфея, 19 главе, 12 стих. Посему и я не дерзаю предписывать что-либо касательно сего предмета. Это дело важное, но вместе и опасное. Впрочем, даю свое мнение, то есть совет, поскольку и я сам по милости Божией удостоен быть верным, то есть близким к Нему и таким, которому можно вверять тайны. Вопросы? Первое, коринфонам 7,26. По настоящей нужде, за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Толкование. По моему мнению, говорит, всего лучше для человека воздерживаться от брака по причине соединенных с ним неудобств и неприятностей, а не потому, чтобы брак был нечист. Первое, коринфонам 7, глава, 27-28 стих. Соединен ли ты с женой, не ищи развода, остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Толкование. Словами, соединен ли ты с женой, показал, что брак, как узы, приносит с собой неприятности. Разводом называют не воздержание по согласию, но развод без достаточной причины. Ибо если супруги воздерживаются по согласию, то это не развод. Сказав, не ищи жены, дабы не подумали, что заповедует безбрачие, прибавляет. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. Смотри, между тем, как неприметно побуждает к девству, называя брак узами, а девство разрешением и свободой. Под девой здесь, разумеет, не ту, которая посвящена Богу, ибо если это выйдет замуж, то без сомнения согрешит. Так как через это, кроме, с большой буквы, жениха своего Христа, введет к себе прелюбодея. Но еще, но еще безбрачную отраковицу. Итак, если таковая выйдет замуж, не согрешит, потому что брак не заключает в себе ничего нечистого. Скорбями называет заботы и печали, сопряженные с браком. А мне, продолжает, вас жаль, как детей, и желаю, чтобы вы были свободны и беспечальны. Брак узы, и те, которые находятся под его игом, не имеют власти над собой, как сказано выше. Вопросы? Нет вопросов. Ну, закончим тогда на сегодня, помолимся на этом. Достойно есть тех, кого и сыну, блажите ця, Богородицу, пресно блаженную и премьи поручую. И Матерь Бога наша, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Безыстрения Бога, Слово ручую, сущую, Богородицу, Пёсовичами. Игнать Тихоныч, молитесь. Отец наш Небесный, любящий наш Создатель, мы обращаемся к Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа. Господи, закрепи в нас слово Твое, которое достигло до нас через этот перевод. Воздай милостями всем, кто позволил нам вникать в слова Твои на незнакомом языке. Мы ничего бы не поняли. Это Твоя любовь к нам, Господи. Дай нам силы быть верным Тебе, чтобы через наши дела не хулилось имя Твое, Святое. Мы так в этом нуждаемся. Посети обездоленных, покинутых, одиноких, терзаемых, терпящих бед все вузы за слово Твое, Святое, убиваемых и поражаемых и сожигаемых детей Твоих. И мы слышим об этом. Пощади их. Дай силы Ему стоять и прими в обители вечные. И приготовь эту землю к великим и страшным испытаниям, грядущим за отступничество Твое на все лицо земли. Тебе, Господи, слава. Тебе хвала, счастья и поклонения. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.